Мои хорошие, через 9 дней состоится моя поездка на обучение. Я еду в школу, которая находится на границе с Испанией и Францией в городе Перпиньян. Я еду учиться к Оливье Бажару. Само обучение организовала студия под названием Киеса, которая находится в городе Киев. В общем, о этой поездке я узнала примерно полгода назад. То есть, естественно, это было все запланировано. И, конечно, я безумно сильно волнуюсь, потому что это первое обучение за границей. Первый раз, первый раз, первый в первый класс. И обучение действительно стоит очень-очень-очень дорого. Ну как, для меня это, когда первый раз я слушала, сколько оно стоит, я думаю, офигеть, просто офигеть. То есть, я заплатила 2000 евро. Эта сумма без перелета, без проживания в Барселоне я на два дня плюсом-то еду. В эту сумму включено завтраки в школе и обеды в школе, ужины не включены. Вот, то есть, ну, с собой я планирую взять еще минимум 1000 евро, потому что, естественно, шоппинг в Барселоне, и захочется еще что-то купить. И, в принципе, в Барселоне я буду первый раз. Поэтому буду открывать этот прекрасный город вместе с вами. Что меня ждет, я не знаю. Я еду туда с уровнем английского чуть-чуть выше начального. То есть, я учила на протяжении полгода активно английский, занималась репетитором, постоянно с носителем языка. Мой прекрасный преподаватель Арун пытается выжать из меня все соки до последнего дня. Вот. Я суперсильно волнуюсь, потому что обучение будет на английском языке. У нас будет интернациональная группа. Я одна из России, еще одна девочка из Украины, все остальные девчонки из разных-разных стран и городов. Сейчас, сегодня 1 мая, я сижу просто в парке, готовлюсь, честно, к поездке. Вот сейчас поеду покупать себе кроксы, потому что там прислали огромный перечень всего того, что нужно иметь с собой. Там несколько кителей, обувь с закрытым носом, может, там, в общем, еще много всего. Эмоции зашкаливают. Пока что для меня это полная неизвестность. Для чего мне нужно это обучение? Я сейчас до сих пор считаю себя дилетантом, который учился по видеокурсам, но на сегодняшний день у меня уже есть две кондитерские в городе Самара. Достаточно успешные проекты, две кондитерские. Меня довольно большое количество людей в городе знает, и от этого не уйти. Я училась у большого количества шефов, но все они были русскоговорящие, и все находились в России. То есть я никогда, никогда не выезжала на обучение за границу. Это, знаете, это как шаг в что-то совершенно неизвестное, неизведанное, потому что я не знаю, что там будет, и я понимаю, что со мной никто там не будет усюкаться, носиться. Поняла-поняла, не поняла-не поняла, то есть это все будет очень жестко и четко. Как и что, не знаю. Но я уверена, что это то, что приведет меня к дальнейшим, последующим успешным действиям, к успеху. Потому что оставаться, работать просто в городе здесь, развиваться, развивать кондитерскую, я считаю, что это не есть миссия жизни, это не то, ради чего стоит прожить всю жизнь. Просто открыть кондитерскую и развиваться, ну это абсолютно не то. Сейчас мне нужен мой внутренний карьерный рост, мне нужно повышение навыков своих, улучшение знаний. Вот, поэтому учиться, учиться, еще раз учиться. Всем советую, всем советую не останавливаться на достигнутом и идти вперед. Как, знаете, когда не знаешь, куда идти, просто иди. Так вот, я сейчас не знаю, куда мне идти, я просто иду, просто иду вперед, и уверена, из этого обязательно что-то выйдет. В этом видео покажу вам описание нашей программы, что меня ждет. Обязательно там сделаем вставочку школы, в которой будем учиться. Когда буду заниматься и учиться в школе, тоже буду снимать, по возможности, если будут разрешать, конечно, буду снимать. Если нет, то буду делиться с вами посещением многих заведений в Барселоне и в Испании. Я, конечно, далеко не ресторанный критик, но ем только то, что действительно вкусное. Я ненавижу, когда люди закидывают свой организм все подряд и делают из этого эксперименты над своим организмом. Зачем это надо, не понимаю. В общем, я за то, чтобы есть вкусную, полезную, красивую еду, потому что наш организм — это храм, который нужно беречь. 1 мая, первый влог, до этого увидели меня только то, как я готовлю, но на нашем канале будут еще такие вот выдержки, путешествий, путешествий будет огромное количество, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и увидимся с вами уже в Испании. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...